Здравствуйте! Это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие пять минут все самые заметные новости недобросовестной работы сферы ЖКХ Края. Коротко о главных темах. Некомфортное, комфортное. Почему Барнаулицы недовольны ремонтом местного двора? Атака грызунов. Кто остановит бесконечные набеги крыс? Некоторые жители Барнаула не чувствуют себя в безопасности даже дома. Многоэтажку с недавних пор атакуют крысы. Домочаться говорят, куда только не обращались. Но коммунальщики поводов для беспокойства не видят. Пошел запах в подъезде. Ну, мы думали, что канализацию затопило. В общем-то, вот соседи спускаются. В общем-то, не по той причине. Мы пошли в элеваторный узел мужчину и попросили посмотреть, если у нас там нормально. И там обнаружили дохлую крысу. В щитовой источник бета-опасных инфекций, уверяют жильцы. Грызуны здесь чувствуют себя хозяевами положения. Вот этот экземпляр появился здесь около 10 дней назад, уверяет Елена. А вот... Кирилл, я не могу этого сделать. Ну, вот ее видно. Я даже не хочу смотреть. Да, да, слева. Свисающие хвосты с коммуникацией. Такую картину барнаулицы наблюдают едва ли не еженедельно. Больше других страдают жильцы первых этажей. Крыса оккупировали подвал. По словам соседей, нелегальные гости поселились в их доме уже давно. Пути нашли через двор. Владельцы квартир несколько раз обращались в управляющую компанию. Вот ответ. Получили отказ полный. Дескать, вы жители должны сами вот это все убрать. Но мы пошли на принцип. Просто вот действительно на принцип, потому что... Ну как так? Почему мы должны это убирать? Мы платим по 800-700 рублей в месяц каждой квартиры. Санитарная обработка в нашем доме никогда не делалась. Это обязанность местной управляющей компании, говорит наш эксперт Наталья Новоселова. Заодно можно обратиться сразу дополнительно в несколько ведомств. Борьба с грызунами – это одно из слоев, включающих в текущее содержание жилья. Это обязательная обработка мест общего пользования от таких вредителей, от таких животных. Поэтому если управляющая компания не реагирует на данную, так сказать, проблему, нужно обратиться в надзорный орган. Это жилищная инспекция, это санэпидстанция. Это можно также обратиться в администрацию. То есть в этом плане тоже они могут помочь разрешить эту проблему. То есть заставить управляющую компанию провести необходимые работы для избавления от этих грызунов. Некомфортная среда. В одном из дворов краевой столицы разгорается конфликт. Горожане просят мастеров, которые отремонтировали их двор по программе «Комфортная городская среда», о дополнительной услуге. Речь идет о бордюрном камне, который якобы изначально обещали сделать. В свою очередь чиновники ссылаются на отсутствие этой строки финансирования в общем проекте. Где вот тут видно бордюрный камень? Всяк дождь прошел, вся грязь на дороге. Вот, посмотрите, там детская площадка. Детская площадка, вся грязь детской площадки идет на дорогу. Это тот самый случай, когда двор скорее напоминает бассейн, говорят инициативные жильцы. В момент осадков уровень воды здесь приличный. Резиновые сапоги в сезон дождей скорее необходимость, чем дань моде. Большую надежду жильцы дома с номером 214 по улице Антона Петрова возлагали на программу под названием «Комфортная городская среда». Начался ремонт, продолжался несколько месяцев, завершился. Посмотрите, где вот бордюрный камень? Вся грязь с площадки, вся грязь на дороге. Вся грязь здесь вот на дороге у нас. Итог для жителей разочарования. По заверениям Галины Прокопьевны, мастера были не против поставить бордюры. Против, по заверениям инициативных горожан, чиновники из администрации города ссылаются, уверяет женщина на отсутствие этой позиции в смете. У нас не пустили к Дугину, а пустили нас к Алексеенко. Вот мы с Ольгой Николаевной ходили. Он нам говорит, вы должны радоваться, вам капля с неба упала, а вы хоть и возмущаетесь. Вот эту каплю полтора миллиона вкатали, полтора миллиона, вот и все. По соседству возведен подобный дом, там тоже был ремонт по той же самой программе, вот только тут с бордюрами. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барновале прежний, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб, или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова